Рома, а тебе мама разрешила волосы покрасить? Ну да, Макс, я ей сказал, что так сейчас модно, так все ходят. Она сказала, ладно, твои волосы, делай что хочешь. Давай, пойдем в школу, а то поздуем. Ладно, сейчас. Там мама мармеладок купила. Я сейчас возьму немножко, но это, на весь класс. Всех угостим. Ммм, мармеладочки. А может и не угостим? Может сами все съедим? Так, это мне. Это опять мне. О, это Роме. Макс, ты что, еще не в школе? Боже мой, что с твоими волосами, Макс? Немедленно иди смывай. Ты что, фломастером накрасился? Здравствуйте, тетя Даша. Я вообще-то Рома. Я это, в парикмахерской красился. Рома, извини, я опять вас перепутала. А тебе мама разрешила, что ли, зеленый цвет покраситься? Ну да, а что тут такого? Вам не нравится? Даже не знаю, как тебе сказать. Так необычненько. Хе-хе, зеленым стать. Ну ладно, это дело каждого. Тем более, если тебе и мама разрешила. Ты мне лучше подскажи, где этот Макс? Тетя Даша, он на кухне. Сказал, возьмет мармеладок на весь класс. Ах, мармеладок на весь класс? Лучше бы дневник с собой взял. Макс! Что, мам? Ты ничего не забыл взять в класс? Кроме сладостей, а? Забыл, мам. Забыл дневник Браво Старс. Все, Макс, давай быстрее. Уже звонок, наверное, был. Да-да, мальчики, давайте побыстрее. Пять минут осталось у вас до звонка. И чтобы сегодня я замечания в дневнике не видела. Что, опоздал на полурока? Понял меня, Макс? Все, давай, Ром, побежали. Макс, ну ты опять дневник не взял? Тебе же мама сказала. Да ладно, что ты зануда какой? Побежали, побежали. Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас урок математики. И как всегда, в начале года мы будем вспоминать с вами таблицу умножения. Шесть на семь. Легче легкого, сорок семь. Макс, два! Почему два, учительница? Шесть на семь, два не может быть. Сорок семь будет, я же сказал. Неправильно ты сказал, два тебе говорю. Каждый год одно и то же. Но как в начальной школе, я не знаю. Как с лета придут, так все, что знали, забывают. Эй, эльф, ты же знал правильный ответ. Что Макса не спас? Что? Сам ты эльф. Так-то ты зеленый из нас. Ха-ха, это же надо было покраситься в зеленый цвет. Ха-ха-ха. Еще и в школу так пришел. Эй, а ты что смеешься? Тебе просто слабо. Ха-ха. Мне слабо? Да мне это и не надо. У меня прекрасный цвет волос. Ха-ха. Это вам, двум полулысым. Надо. Ты еще в синий покрайся и отлично будет. Ха-ха. Два эльфа. Впереди меня сидеть будут. Ха-ха-ха. Ну и что, я-то покрашусь. Мне никто не запретит. Хоть синий, хоть фиолетовый. А тебе мама не разрешит. Ха-ха. Вот ты и сидишь тут смеешься. Я же сказал тебе слабо. Что за разговорчики, мальчики? За поведение сейчас в дневник поставлю двойки еще. Три на восемь. Сорок восемь. Макс, прежде чем отвечать, нужно подумать. А не в рифму цифры придумывать. Два на четыре. Макс, скажи двадцать четыре. Ну скажи двадцать четыре. Тебе все равно двойку поставили. И скажу, не слабо. Двадцать четыре будет. А вот тебе покрасить волосы слабо, 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 слабак, 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 слабак. Ах так. Вот увидишь, завтра приду с другим цветом волос. И только для того, чтобы тебе доказать, что я не слабак. Понял, да? Ха, мама мне не разрешит. Я и спрашивать не буду. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно мне покрасить волосы? Здравствуй, мальчик. А сколько тебе лет? Мне двенадцать. А что? А то, что нужно разрешение родителей. Или их присутствие. Без их разрешения я не могу покрасить тебе волосы. Ты еще несовершеннолетний. И не можешь принимать такие решения самостоятельно. А? Что? Да вам что, жалко что ли? Ну покрасьте, пожалуйста. Мне очень надо. Мне мама разрешила. Честно, честно. Нет, нет, нет. Знаю я ваше честно. Захотят зеленый, синий, фиолетовый перекраситься. Ко мне приходят, упрашивают, упрашивают. Честно, честно говорят. А потом мамы приходят и ругаются. И папы приходят. Нет, угрожают мне. Зачем вы покрасили моего ребеночка? Без нашего разрешения. Так что нет. Или неси записку, или маму веди. Не покрашу ни за что. Ну пожалуйста. Нет, хоть перепожалуйста. Эх. Ладно, я принесу вам записку от мамы, хорошо? Хорошо, мальчик, буду ждать. До свидания, скоро приду опять. Я, мама Томми, разрешаю ему покрасить волосы в любой цвет, в какой он попросит. Подпись и число. Мама Томми. Здравствуйте еще раз. Я принес вам записку от мамы, где она разрешает мне покрасить волосы в любой цвет, который я захочу. Так, так, посмотрим. Я, мама Томми, разрешаю ему. А почему с ошибками написано? А где точки, где запятые? Это точно твоя мама писала? Да, конечно, моя мама. Мама, вы же сами сказали записку принести. Она просто у меня это, в школе плохо училась. А я учусь хорошо, на одни пятерки. Ну что, покрасите мне волосы, а? Ладно, ладно, уговорил. Только записку я тебе не отдам. Сохраню. Если мало ли придет твоя мама и скажет, что разрешение не давала. Может тебя заодно немножко подстричь, челочку подровнять, сзади поправить. Не-не, спасибо, мне только покрасить, только покрасить. Ну хорошо, выбирай цвет. Давайте в синий. Хотя, нет. Ммм, в красный хочу. Есть у вас такой цвет? Красный? Ммм, сейчас посмотрю. Давай, перед покраской тебе вымою голову. Так, по-хорошему сейчас намоем. И скоро приступим к нанесению краски. Так, я нанесла тебе краску. Посиди под феном немножко, ладно? Мам, мам, я в школу пошел. Мам, ты где? А почему ты в шапке? Так там холодно, мам. Я что-то вчера ходил, с души отморозил. Вот, вот надо было мне поспорить, а? Вот покрасился вчера. Ух, сейчас пойду им покажу все, докажу. Ой, как я потом буду с этими волосами ходить? Ладно, сегодня в шапке мама на работе вчера была. Потом что делать? Вот, ребята, вот дела. А, поспорил называется. Всем привет. Рома, а почему у тебя не зеленые волосы? А? О, Томми, а почему ты в шапке? Что, покрасился? Показывай, показывай, давай быстрее. Нет, подождите-ка. Рома, а ну отвечай. Ты вчера был с зелеными волосами и сказал, что ты их покрасил. Я еще поспорил с вами. Томми, так это был оттеночный шампунь. Мне сестра дала. Можно хоть зеленым, хоть фиолетовым. А вчера я все смыл. Вот и все дела. А ты что, покрасился? Только не говори, что настоящей краской. А ну покажи. Да ну вас. Ха-ха, Рома, смотри, он еще и красный покрасился. Ха-ха-ха. Молодец, что не проспорил, Томми. Теперь мы принимаем тебя в свой клуб. Теперь ты настоящий мужик с красными волосами. Ха-ха-ха. Интересно, а учительница тебя из класса не выгонит, а? Разве можно красить волосы в таком возрасте, Томми? Ты что, да? Макс, Рома, знаете что? Знаете что? Я с вами вообще не дружу и не разговариваю. Я вообще-то покрасился настоящей краской, которая, между прочим, не смывается. Я еще и маме не показывала. Вот, называется, поспорил. Да ну вас. Томми, Томми, да ладно, извини. Мы же не думали, что ты реально покрасишься, пойдешь. Еще и краской настоящей. Хоть бы у Рома спросил, чем и как он красился. Ну ничего, сходи в парикмахерскую, коротко постригись, цвета почти не видно будет. Ну а мама, мама как-нибудь простит. Здравствуйте, ребята. Томми, а почему в классе в шапке? А ну снимай. Учительница, а можно я не буду снимать шапку? Можно, пожалуйста, на уроке в ней посижу? У меня это, уши простыли. Уши простыли? А что ты в школе делаешь больной? Я сейчас маме твоей позвоню. Не надо маме, все, я снял шапку. Ой, дети, дети, один вчера зеленый пришел, сегодня второй красный. Набалуются своими оттеночными шампунями и думают, что это прекрасно. Эх, да если бы это был оттеночный шампунь. Пойду сегодня после урока в парикмахерскую. Пусть постригает меня почти на лысо, чтобы красного цвета было почти не видно. Ну что, ребята, вот такая история. Поспорил, называется. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дариналка ТВ и смотрите новые видео. Пока-пока. Детский канал Дариналка ТВ представляет. Подпишись на канал Дариналка, смотри мультики с нами.